дорогие друзья всем привет с вами программа диван верующих родителей или двр и с нами в гостях а ну с вами как всегда никита никитин и с нами в гостях сегодня они то соколова по приветствуем всем привет анита расскажи ты же ребенок верующих родителей правильно почему вообще ребенок верующих родителей называется двр овцы потому что дети верующих родителей все просто а как бы ты еще интерпретирует это двр я на самом деле не знаю никогда не задумывалась об этой фразе но знаю то что в основном дети верующих родителей не очень любит как их называют двр овцы в моем окружении расскажи немножко про свое окружение много ли там неверующих людей неверующих не так много но в основном если ты идешь работать в какое-то место или занимаешься танцами или что-то такое но ты конечно встречаешься с неверующими людьми ты сказал что ты работаешь или работала и я так понимаю не в совсем христианской среде правильно ну нет почему ресторан ну это мысли или идея или желание пойти работать тебе было вложено родителями или ты сама решила я сама решила как бы если есть свободное время и у тебя есть возможность почему нет а для чего для того чтобы зарабатывать какие были у тебя отношения вообще в школе например при я училась христианской школе то есть у меня было такое образование частное так сказать поэтому отношения были нормально у всех понятно что христианская школа она не подразумевает то что дети все святые и правильные ну то есть были разные ребята разные моменты когда там кого-то полили в том что кто-то там где-то курит кто-то еще кого-то из школ выгоняли то есть разная ситуация случались как-то во время школы у меня не было такого то что я начинала там скорее послеваться это был маленький очень короткий период после когда ты не понимаешь куда ты хочешь кем ты хочешь стать что ты хочешь делать чем заниматься и просто такой маленький срыв вот так родители вообще поощряют твое желание работать или у тебя с ними был конфликт по этому поводу нет конфликта не было никогда не заставляли ты должна идти учиться или ты должна идти работать такого не было но просто ты сам чувствуешь то что не можешь все время сидеть дома ничего не делать то есть ты понимаешь что нужно развивать себя развивать какие-то связи отношения строить с людьми заставляли тебя в таком случае заниматься служением или помогать по служению так чтобы заставлять не заставляли но даже сегодня у меня с мамой был такой разговор то что они это давай у нас женская конференция вот-вот будет скоро и тоже мама говорит давай давай приходи вот здесь помоги там но есть вещи которые ты все равно не хочешь делать не потому что тебе не нравится служить а потому что тебе не нравится заниматься определенными вещами такие вещи как список какой-нибудь составит людей или вот что-то такое и в принципе ты понимаешь что есть люди которые нравятся этим заниматься я такая ну вот спроси вот этого человека он любит этим заниматься ему будет классно помочь в этом Но всё равно мама такая, я хочу, чтобы ты помогала, я хочу, чтобы ты была рядом. Я думаю, что это хорошее желание у родителей, чтобы ребёнок служил. Но так, чтобы заставлять, никогда не заставляли. А ты своих детей будешь заставлять служить? Нет, я считаю, что это дело, которое... Если ты будешь слишком давить на это, то ты можешь оттолкнуть ребёнка от служения, от церкви. Зачем это нужно? Как же воспитывать своих детей так, чтобы не оттолкнуть их от церкви? Это очень сложный вопрос. То есть, если верить и доверять Библии, то написано, что наставь юношу при начале пути, и он не отклонится, даже когда и состарится. И мы, конечно, я, когда буду воспитывать детей, я буду вот именно стоять на этом слове, верить в то, что в самом начале ты наставляешь, и потом ребёнок, он не отклонится. У нас рубрика «Байбл-квиз-тест по Библии» с Анитой Соколовой. Ура! Итак, вопрос. Как звали сборщика налогов, который залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса? Если знаешь без ответов, можешь сказать? Давай ответы. Я буду всегда с ответами. Иосиф, Тасмани, Закхей или Самуим? Закхей. Это правильно. Иисус сказал, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю, в Иерусалиме, в Назарете или в озере? В раю? Это правильный ответ. Так, слишком легко. Сколько лет было Ною, когда случился потоп? 700, 900, 600 или 800? 600. И это правильный ответ. Так, ты подглядываешь на меня? Я не подглядываюсь. Я просто хорошо Библис знаю. Хорошо. Так, если знаешь хорошо, тогда сложноватый вопрос. Как называется падающая звезда, которая упадет на землю в конец света? Холодный огонь, полынь, горькая... Так, какое первое животное Ною выпустило из своего ковчега? Голубь, ворон, орел или лев? Голубь. Неправильно. Ворон. Почему ворон? Потому что ворон сначала улетел первый, и потом прилетел, а потом уже голубь был. По-моему, так. Ну, так показало приложение. Хорошо. Предположим. Есть энное количество канонических евангелий в Новом Завете? Слишком сложно. Не, я не знаю. 5, 6, 1, 4. Ну, давай по вопросу. Что значит канонический? Описывающих жизнь Христа. Это правильно. Так, там нет зеркала случайное, чтобы он на ответ не смотрел? Хорошо. Кто был первым язычником, обращенным в христианство? Сложный вопрос. Барон, Нафан, Иуда или Корнилий? Корнилий. Как? Ладно, с тобой неинтересно играть, потому что ты все знаешь. Я все знаю. Спасибо. Ты хочешь, чтобы я ошиблась. Я в христианской школе училась. Давайте похлопаем. Как ты относишься к тому, что нужно быть примером? Это такой вопрос, который очень часто тревожил нас. Именно в том плане, что когда ты... Ну, я еще дочь пастора, кроме того, что я... У детей старших пасторов есть отдельное название. ДСП. Пока ты растешь, тебе кажется, что все время люди на тебя смотрят, что все пытаются заметить какой-то подвох, и кажется, что если ты в чем-то ошибешься, то все начнут гнать на пастора, то что, вот, пастор, если ты не можешь своего ребенка воспитать, то зачем ты церковь ведешь? Ну, и все время такая давка получается, что у нас даже в школе была такая фраза, то что, типа, ну, ты же дочь пастора. Ну, знаешь, ну, типа, как ты можешь так говорить? Ты же дочь пастора. Ну, и какое-то время это очень давило сильно, но потом началась другая империя. Не знаю, как это объяснить. Началась другая система в школе, то, что все начали говорить, то, что дочка пастора — это не аргумент, то есть, вот так вот, то есть, все переобразовалось. Лучше временное. Да, и в итоге стало, конечно, проще, но до сих пор, даже когда приходишь в церковь, с разными людьми, там, с друзьями, если приводишь кого-то в церковь, ты начинаешь замечать то, что люди смотрят, и как-то вот так вот, все сидят на собрании, смотрят прямо, и кто-то вот так сидит, на тебя так оборачивается, и все время подглядывает, и ты такой сидишь, и ты такой, что, что, что происходит? Я же ничего не делала такого. А что для тебя вообще в жизни? Я даже не знаю, это очень сложный вопрос. То есть, ты просто живешь, наслаждаешься жизнью, радуешься, пытаешься найти себя, делать разные вещи, то есть, не могу однозначно ответить на этот вопрос. А что для тебя, Бог? У тебя есть время, если что, подумать. Ну, как ты его, вот, ненавязанными фразами, а как ты его познала за свои, сколько тебе? 19. За свои 19 лет. Я думаю, что, прежде всего, Бог — это тот, кому можно всегда возвращаться. То есть, если с людьми получается так, то, что, так бывает, то, что вот человек твой близкий друг, вы общаетесь, 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 а потом через какое-то время этот друг уже становится далеким. И ты не можешь с ним продолжать такие отношения, даже если у тебя что-то случается, ты не можешь к нему вернуться и просто сказать, там, вот у меня случилось вот это, потому что ты понимаешь, что вы уже не близки. А Бог, он, к нему всегда можно вернуться, что бы ты ни натворил. То есть, даже когда у меня был период срыва, когда я начала тусить, в этот момент я всё равно не отходила от Бога. То есть, у меня было твёрдое основание, я говорила то, что Бог, всё равно я полагаюсь на тебя, и я знаю, что то, что я делаю, это неправильно, но я не хочу от тебя уходить. То есть, я всегда продолжала молиться, продолжала читать Библию, даже когда было, ну, такое... Всё равно, когда ты начинаешь тусить, у тебя есть чувство опустошения, потому что ты делаешь что-то неправильное, то, чему... Ну, тебе говорили не делать этого. И как-то Бог, он... Всё равно, он всегда вытаскивает. То есть, так получается то, что в тот момент, когда вот я начала тусить, опять же, так получилось то, что в этот момент мне просто папа подошёл и говорит, «А нет, ты хочешь в Швецию уехать на год?» Я такая, ну, ладно. И я уехала на год в Швецию, и так сложилось то, что когда я туда приехала, там тоже было очень много верующих, получается, ребят, и все они были очень правильные. То есть, такие прямо, знаешь, люди, которые родились в семье верующих родителей, и они никогда вот, никогда ничего не делали плохого. То есть, я с ними разговариваю, я прям поверить не могу в это. А я ещё приехала, я не знала английский язык, мне не было 18 лет, и мне было очень сложно там. И вот эта стрессовая ситуация, она меня ещё больше давила к тому, чтобы вернуться вот к такой жизни, чтобы тусить. Но я не могла не найти ни компанию, ну, никакие вообще возможности делать что-то плохое. Ну, и то есть просто... Ну, хотела. Хотела. Но в этот момент, как раз, когда я хотела, Бог меня вытащил, и такой, «А-а-а, ты не можешь добраться до этого всего». Вот какой Бог хороший, любящий папа. И так всегда получается. Если какой-то срыв идёт, Бог всегда делает так, чтобы у меня просто не было возможности как бы делать то, от чего я не могу отказаться сама. И поэтому я просто считаю то, что Бог — это тот, кому всегда можно вернуться. Вот так вот. Это очень круто. Ну, давай, скажи самый главный совет или главные слова, или привет, наставление на путстве нашим юным или не очень зрителям. Даже когда вам кажется то, что Бог, Он не может вас простить, не может принять обратно, не может излить свою милость на вас, если случается такое то, что вы снова там срываетесь, или идёте и делаете что-то не то, или у вас есть какой-то грех, который не отпускает вас, вы всегда можете знать то, что Бог, Он готов вас принять обратно и готов простить, что бы ни случилось. То есть Он никогда не смотрит на ваши грехи так, что всё, это человек больше для меня никто. Он всегда может излить свою благодать на вас и всегда может держать вас близко, даже если у вас не получается от чего-то избавиться. Если вы рядом с Богом и идёте рядом с Ним, то Он будет помогать вам проходить все трудности. И просто держитесь его и никогда не забывайте о том, что у вас есть такой любящий Отец. Это очень круто. Молодец. Аминь. Часто приходится говорить фразами заученными, правильными, а не то, что думаешь на самом деле? На самом деле нет. Чем взрослее ты становишься, тем проще тебе начинает уже становиться говорить так, как ты думаешь. То есть если раньше в детстве казалось то, что ты должен всё время вот так отвечать, чтобы все думали, что ты идеальный ребёнок, то сейчас уже больше такой возраст подходит, то, что ты можешь сказать правду, то, что было в твоей жизни, ты можешь этой правдой кому-то помочь. Вот так вот. Круто. Ребята, говорите правду. А с вами на диване верующих родителей были Анита Соколова и Никита Никитничин. Мы завершаем нашу программу. Смотрите нас в социальных сетях, на нашем сайте и на нашем телеканале. Мы будем вас ждать. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!